Доброе утречко! Я сама над собой потешаюсь. Решила сегодня сходить в Second. Там последний день. В понедельник новый завоз. Воскресенье закрыто, выкладывается. Ну, думаю, будет где-нибудь по 70 центов, по евро. Куплю пару вещей для дома. Потому что уже в этот момент, конечно, мало что интересного остается. Прихожу, с ночью, 50 центов. Ну, думаю, неплохо. Захожу внутрь и тут объявляют. Счастливые полчаса, все по 30 центов. Ну, то есть, если брать рубль, то есть, 1 евро, что это примерно 80 рублей, половина была бы 40, а 30 центов, не знаю, наверное, 30 рублей. В общем, куча вещей за 30 рублей. Хватало, не было времени примерить. Надо было быстро это делать. Это ограниченное, как бы, количество времени выделяется на это. И наверняка нахватало что-то, что мне будет маленькое. Поэтому уже все мои знакомые, кому чего надо, смотрите. Буду раздавать. Но зато оторвалось по полной. Вот, все-таки шопоголик, он и в Африке шопоголик. Невозможно было устоять против такой цены. Думаю, ай, да если что, там типа на тряпочки пущу. Ну, в общем, оправдание себе можно было придумать любое. Короче, все, примерки, показываю, все по 30 центов. В общем, смешно. Вещь номер один. Зимняя туника платья с оленями. Красная. Понравилось, что красная. Могу сразу сказать, что понравилась. Теплая, веселенькая, такое вот туникообразная. В общем, не устояла. Немножко кажется, что для зимнего платья большой вырез. Ну, можно какую-то одеть здесь, что-то, бетловочку и прикрыть горло. Или просто намотать шарфик. Это, в общем, не проблема. Вещи будут немножко мятые. Естественно, я их только что, можно сказать, 5 минут назад внесла в дом. Поэтому извините, если я их начну приводить в порядок, гладить, парить и так далее. Вы еще долго этого видео не увидите. А так у меня наскоком, я его побыстренько вам сниму и покажу. Следующая будет вот такая серенькая. Понравился цвет. Светло-светло-серая. Тоже мятая. Но хорошенькая. Я даже надену кулончик, потому что с ним платье смотрится поинтереснее. И когда отпарится, оно будет очень хорошее. Хороший длинный рукав. Тут пуговки можно и снять. Зачем они такие золотые? А можно и оставить. И, собственно говоря, прекрасно подойдет и как платье, и как что-то, что можно надеть. А снизу будут брюки, предположим. И какая-то еще безрукавка. В общем, вариантов множество. У меня, как всегда, лохматость повышенная после улицы. Ну, вот такое вот. В крайнем случае будет просто домашний вариант. Я вообще всю эту одежду сегодняшнюю рассматривала чисто как домашний вариант. Взяла там для мужа майки такие самые разнообразные. И даже не буду их показывать. Ну, вот. Исплатив это все, дальше все пойдет коротенькое. Такая вот кофточка мне очень понравилась. Спортивная, скорее всего, какой-то вариант. Тоже светло-серая. Очень красивый такой жемчужный практически оттенок. Чуть-чуть не маловато. Вот здесь бы хорошо бы еще какую-то пуговку. Но я постепенно худею. И к весне, я думаю, я сброшу еще килограмма три. Очень на это надеюсь. Потому что диета у меня жесткая. И будет такая хорошая с брюками. Очень уютная, теплая. Ну, хорошее качество. Она такая вот мягкая, такая приятная. Вот прямо хочется в ней находиться. Это считаю удачной покупкой. Интересная такая блуза. Все-таки не маленькая. Села нормально. Почему я взяла? Потому что у меня, вот видите, я стою пальто. Точно такого же практически цвета. И поэтому глаз зацепился. Так бы я на нее не обратила внимание. Сверху вот она так интересно. Здесь такой сжатый материал. Немножко, наверное, считается, что она должна быть разлетайка. Но она не сильно разлетается. В общем, довольно нарядный, неплохой вариант. Не знаю, какие здесь можно украшения. Что-то все равно хочется. Мне постоянно хочется что-то от каких-то длинных еще. Колье, жерель и кулонов. Но можно и так носить. Цвет такой приятный. Немножко как будто тусклое какое-то золото. Совсем тусклое. Вот. Но дает, когда освещение, или будет солнце падать, оно будет слегка блестеть. Не очень люблю блестящие вещи, но это такая сдержанно блестящая. Если так можно такое придумать эпитет, то вот такая. Покупала для мужа. Думала, эта майка хватило. И не посмотрела, что здесь горлышко есть. Такое носить не будет. Но так как у нас с ним почти один и тот же размер, в килограммах, по крайней мере, мы весим одинаково сейчас, то я смогу спокойно сама носить просто обычная, самая хлопчатобумажная, такая вот тоненькая майка, которую можно куда угодно, и под что угодно. В общем, базовый вариант черного цвета. Еще одна черная вещь. Я ее помню, я ее примеряла, когда цена была еще там, скажем, 5 евро, по-моему, даже и когда 3 примеряла. Но почему-то отставила в сторону. Хотя вот сейчас я думаю, что это тоже удачная покупка. Это очень красивая такая блузочка черная. На ней есть различные тут маленькие блестки. Очень красивые, изящные, маленькие пуговки такие. Как бы показать их поближе. Сейчас найду на рукаве, покажу. Вот так они выглядят со стеклышками. В общем, очень классная. Такая простенькая, но вот на брюки можно... Ничего, в принципе, больше и не нужно. У нее красивые, люблю вот эти треугольные вырезы. Они всегда хорошо смотрятся. Она очень женственная. Будет сарафанчик, можно под сарафан, а можно и так. Сейчас, когда я говорю, немного у меня вес падает, я как-то могу позволить, наверное, и юбки какие-то, и тогда она хорошо на какую-то юбку пойдет, потому что раньше объем был снизу такой большой, но некрасивый. Выглядел не очень. Теперь как-то все выглядит чуть-чуть получше, и очевидно, я смогу носить и короткие вещи, и блузы, и это будет смотреться нормально даже на джинсы. Тоже отличнейшая, тоненькая такая, ну вот качество, как тонкая-тонкая фланель, может быть. Я, по-моему, в материалах вообще ничего не понимаю. Понравилась веселая расцветка, рисунок схватила, даже не посмотрела, что на спине там чего-то, там только нет. Сейчас попробую повернуться. Вот видите, там много чего написано. Мне это не нравится. Так что, если кого-то такое устроит, отдам хотя бы для дома. То, что я все время буду думать, что же у меня там на спине за номер такой. Тут с размером все нормально. Да, она тоже не очень длинная, но хороший рукавчик. Здесь даже есть какая-то вышивка немножечко. Серенькая опять-таки. Тоже разлетайка, хб. Совершенно практичная, удобная вещь. Там для дома или поехать на природу или на дачу, на огород, которого у меня нет. Ну, в общем, для дома, скажем так. Красивая, нарядная, но маленькая. Вот явно надо было хорошо бы померить. То есть где-то на размер меньше, а может и на два. Очень такие, смотрите, рукава какие, кружевные. И здесь тоже снизу кружевное, потом сверху такая с вырезом. Ну, все черное, поэтому, может быть, не так хорошо видно, но вещь нарядная такая очень. Интересная, так что, если кому-то надо, сообщайте мне, приезжайте, забирайте. Жаль. Очень люблю кружевные рукава. Это так женственно, изящно, по-старинному. Ну, и вполне модно и современно, но, к сожалению, это мне явно тут худей-не худей, не вписываюсь. Это наоборот, даже большая. Вот здесь вот. Ну, это можно рассматривать, действительно, как домашний вариант. И зачем я тогда бусы одела? Показать, как это будет красиво дома. А почему дома нельзя ходить в бусах? Очень даже можно, и во всяких прочих украшениях. Чем же наш дом хуже для нас, чем выход куда-то в гости? Мы дома должны быть нарядные. Красивый джемпирог такой, нарядный, веселый. Расцветка хорошая здесь, полоски. Полоска бежевая, такая бледно-оранжевая, бледно-желтая, но мне тоже явно мало. Ой, можно, конечно, помечтать о дальнейшем похудении, и, может быть, чуть-чуть еще это и получится. Но мне кажется, что все-таки ему нужна новая хозяйка. Так что вот такой еще будет красивейший джемпирог. Очень нарядный. И опять же, базовый, серый, мягкий, уютный, приятный, короткий джемпир, тоненький, на который прямо сразу хочется вот такие красивые бусы повесить, и он выглядит намного интереснее. Абсолютно куда угодно, как угодно, вот такой повседневный стиль, с брюками, и пошел. Еще сейчас покажу, это были все вещи, и покажу сейчас, потому что я не помню, показывала или нет, последние покупки в магазине Мэтта. Показывала или нет, надо самой пересмотреть свои видео. Ну, там парочка вещей, если что, покажу еще раз. Будет подлиннее видео, интересно же всегда подольше посмотреть. Вот такой, опять серый, ну, такой же мчужный, серый, длинный, действительно, это уже скорее туника. Очень мне понравилось, и люблю, пускай таких вещей будет много, тем более, что скоро, я боюсь, что я вообще ничего не смогу купить. У нас объявили локдаун, и для всех невакцинированных, а я пока еще отношусь к таким, закроются входы во все большие торговые центры. Так что, ребята, никуда не денемся, придется прививаться. Вот, и прелестнейшая вещь, обожаю магазин Мэтта, он просто чудный. Там, ну, прекрасные вещи, по цветам, по размерам, мне как-то все нравится, все подходит. И взяла один яркий, бордовый. Я его в примерочной, я помню, что я вам показывала, но дома показывала или нет, не помню. Сейчас покажу. Вот такой вот, самый обычный, наверное, как спортивный, потому что здесь можно так затянуть. Красиво бордового цвета, немножко какие-то неудобные маленькие кармашки, туда руку не запихаешь, зачем они вообще сделаны, тогда можно было и без них обойтись. Вот такой вот, тоже туникообразный, туникоподобный, в общем, довольна вещами из Мэтты очень. Кстати, может быть, сходить завтра, завтра последний день, когда еще туда пустят, может быть, сходить еще купить пару джемперков. Видела, очень красивый, голубой, просто потрясающий. Вот, так что, ну, вот, как-то так. на сегодня все. Вот такой у меня шопогольный день получился. Я еще на неделе получала с китайского сайта такой, какой одежды, обувь там, ну, никак не могу состыковать, выложить все это, как бы, показать вам, но обязательно это видео тоже будет, и я получила посылку с духами, здесь много всего интересного, правда, мне уже и часть какой-то девчонки разобрали, но что-то осталось, я вам обязательно с него покажу, здесь есть вот новые бракаровские ароматы, вернее, они не новые, они для меня новые, но они уже даже, говорят, снимаются с производства всякие разные, хочу вам о них немножко рассказать, вот сейчас просто дала себе несколько дней распробовать, посмотреть, какие будут ощущения, впечатления, вот, и вот такой вот, смотрите, какая красота, замечательные ароматы. Так что следующее видео, если все будет как запланировано, будет как раз о них, и пора снимать что-нибудь цветочное, потому что все еще цветут кое-какие красивые, очень пеларгонии, у меня тут Дениска расцвела опять, волшебные розочки такие, сейчас я вам тоже покажу, я тут рядом с ней нахожусь, не могу устоять, такая, смотрите, какие у нее розочки, какая красота, какая нежность, вообще просто, изумительный сорт, она такая вот разнообразная, и вот, здесь чего только не цветет, это шелк лагуна, это ведь осеннее цветение, скромное, но оно просто потрясающее, и еще парочку в комнате вам покажу, потому что уж очень они хороши, вот такой вот, только сейчас расцвел, сорт это карлик, ну видно уже по листьям, да, какие они небольшие, но зато смотрите, сколько бутонов и цветов, таких нежно-розовых, с более такой, насыщенной розовой серединкой, сорт называется Дилан Шероне, по-моему так, и это же осень, вот он, ну прелесть просто, то есть летом он может такой выдать потенциал, конечно у него потрясающий, так, что у меня тут еще красиво, вот этот тоже, сколько бутончиков, надо конечно снимать, наверное цветы, потому что, иначе сил не будет у них, и обрезать, наверное надо, это у нас, ну в общем, короче вот, короче вот, ну красавчик, очень нежный такой цвет, лососевый, прекрасный просто, так, что у нас тут еще есть красивенького, они все пытаются цвести, я их уже как-то, как-то обрываю, они все равно, это гвоздика цветная, ну вот как-то так, в общем там еще есть, ладненько, я всегда, я как начну, мне очень сложно оторваться, надо это сделать, купила цветную капусту, морковку буду тушить, это будет мой ужин, и обед одновременно, как я это буду делать, не покажу, потому что сама не знаю как, просто наверное порублю на мелкие кусочки, и может быть добавлю ложку сметаны, максимум, потому что мне надо категорически, как можно меньше жирного, и сделаю что-то такое овощное, смотрите какой потрясающий чайник ко мне пришел, просто изумительный, так что чаепитие нас тоже ждет, на этом прощаюсь, о, еще цикуре купила, вот такой классический, на этом прощаюсь, всего хорошего, до новых встреч, до новых встреч, до новых встреч, Продолжение следует...